В этом году, накануне Международного женского дня 7 марта, в Славянском районе собираются зарегистрировать свой брак сразу семь пар. Герои нашего следующего репортажа стали супругами 50 лет назад. И в этом году, в свой золотой юбилей, они решились вновь окунуться в незабываемую атмосферу свадебного торжества. Как прожить полвека вместе и остаться счастливыми, узнали Тина Копачевская и Георгий Калинин. 8 марта для Ларисы Коневой – двойной праздник. Это и Международный женский день, и годовщина свадьбы. В 1965 году супруги поженились именно в этот день – 8 марта. Но тогда он ещё не считался праздничной датой. Только в 1966 году 8 марта стал отмечаться как Международный женский день. 50 лет в браке – это золотая свадьба. За плечами полвека совместной жизни. Прожить вместе столько лет сегодня удаётся немногим. А прожить ещё и душа в душу – это уже целая наука. Наука семейной гармонии. Лариса и Владимир Коневой из тех немногих пар, которым удалось пронести сквозь многие годы любовь и уважение, теплоту и трепетность друг к другу. Мы год и месяц встречались. А потом пошли в ЗАГС. Вот просто гуляли. Остановились возле оперной. У меня даже где-то фотографии есть. Пойдём в ЗАГС. Пойдём. Вот. Пришли в ЗАГС. Нам дали приглашение. Вот оно. Это приглашение. Сейчас дают такие или нет. Видите? Здесь прямо написано. Жених и невеста. Ну, ещё. Ну, а потом стали, когда приглашать родителей, у неё вот мама жила в Свердловске тогда ещё сейчас, в Кетеринбург. Она не смогла. Она повредила ногу. Что делать? Регистрацию переносить нельзя. Мы перенесли свадьбу. То есть регистрировались мы 8 марта, а свадьба была 20 марта. В этом году в семье Коневых совпало ещё два юбилея. Владимиру Георгиевичу исполняется 75, а Ларисе Фёдоровне – 70. Полвека прожить вместе. Много это или мало? Что называется, ни один пуд соли съели. Рядом всегда заботливые дети, внуки, друзья. Каждый год 8 марта Коневы отмечают по-разному. Но в этом году они решили грандиозно отпраздновать свой юбилей свадьбы. У нас будет торжество в ЗАГСе. После этого в кафе мы будем отмечать. Под марш Медельсона входишь. Ну тогда серебряные кольца надо было, но мы не меняли как бы тогда на серебряные кольца. Всё точно так же. Мы только расписывались не в книге регистрации брака, а в книге торжественной регистрации. И вот сейчас так же мы будем расписываться. И праздник для души, и для своих родных. Нам дети сразу же сказали, и дочь, и сын, что мама, папа, вы самое главное, только соберитесь, организуйтесь. Мы это всё спонсируем только ради Бога. И главное, мы все соберёмся. На своей серебряной свадьбе семейный экипаж новобрачных уже был удостоен серебряных наград за успешное преодоление 25-летнего рубежа на дистанции семейной жизни. В этом году им предстоит получить золотые награды. Лариса и Владимир Коневой, как никто, знают, в чём же секрет успеха крепкой и дружной семьи. Во-первых, терпимость друг к другу, конечно. Муж у меня овен, с сонными жить трудно, а я рыбка. Так вот, Юлиш, везде и всё. Компромиссно ходим, да. Во-первых, мы не умеем злиться друг на друга. Даже при любой ссоре, там мелкая, там не мелкая ссора, через 2 минуты мы можем разговаривать абсолютно нормально. То есть нет вот этой злобы. А это самое главное. Ну, через 10 минут. Ну, может через 10. Свою супругу Владимир Конев каждый год на 8 марта пытается удивить разными подарками. Причём ему приходится готовить целых два сюрприза. Но самое главное, что все женские обязанности в праздничный день он берёт на себя. Ведь жена круглый год трудится по хозяйству, говорит Владимир. А в этот день должна чувствовать себя настоящей королевой. Ну, самое первое, это я с утра занимаюсь кухней. В целый день. Это уже моя обязанность. Ну, дело в том, что я уже и опыт набрался. А перед этим? Ну, а перед этим что? Уборка. Я не убираю перед 8 марта. Да, это естественно. Ровно полвека назад был скреплён подписями «Союз двух сердец». И с тех пор в будни и в праздники, в радости и горе, они всегда вместе. Семья Коневых уверена, что и следующий свой юбилей, 60-летие совместной жизни, бриллиантовую свадьбу они отметят также в кругу близких друзей. И с таким же размахом. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова